Кабели То есть там ничего снизу не подвезено То есть нужно убить Так, лучше не трогай Потом разберется сейчас Все, 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 встал И прошу внимания оператора обратить сюда Можно только с собой или с той стороны Здесь тоже никаких погодных кабелей нет Кабель Кабель Там ничего нет Кабель Опасов никаких нет Что у нас получается здесь? Здесь у нас, ну, в принципе, все работает Плитка, это Вода горячая Утюг греется Ну, чайник скипел, вы видели, закипел Я его отключил Аккуратнее на печку На печку На фоне все уже находится Вот так Все, достаточно Следующим Нашим изобретением тоже по ценам является Автономный источник питания То есть это источник бортового питания электромобиля Который вскоре тоже нами будет построен Сначала давай бензин И мы покажем Она подключена Да? Хорошо Ну, мы сначала вам покажем Как это же устройство работает От бензинового генератора А потом покажем Как это аккумулятор То есть автоном Пойдем смотреть В принципе, это устройство Однофазное Вот такое же устройство, как и тор Только однопазное То есть это тоже как бы маленький мини промышленный образец такой Мы сейчас попробуем его запустить от бензогенератора То есть он от сети работает Может от бензогенератора Давайте попробуем Включаем Значит, вот бензиновый генератор Мощностью 900 Ватт Значит, в качестве нагрузки Вам по накаливанию такая же, как там Мощностью 500 Ватт Единственное, что Сейчас мы на выходе недостаточно напряжения получим Напряжение будет где-то вольт 160 На выходе Но Эффект усиления мощности будет виден По прибору То есть можно увидеть В принципе, напряжение можно добиться любого Применяя Повышающий трансформатор Или согласующий слабый трансформатор У нас есть, как и все Вот я включаю Значит, вот этот прибор Измерительный Значит, измерительный комплект К505 Значит, он измеряет параметры на входе То есть вот с генератора Идет шнур Провод Вот подключен Значит, вот этот прибор Они идентичны абсолютно Значит, стоят одни и те же пределы измерения Заметьте Этот прибор показывает параметры на выходе Как можно видеть Измеряется сила тока Измеряется сила тока Активная мощность в ватах И напряжение Вольта То же самое и здесь То есть сила тока Ваты И напряжение То есть мощность и напряжение Вот как видно из показаний прибора Значит, мы можем судить, что Значит, у нас ток почти в три раза больше Да? Здесь вот стоит на делении 3 Практически, да? Сила тока 3 ампера Вот Здесь 6 с лишним Мощность здесь стоит на делении 20 То есть 40 ватт То есть надо умножать А, даже не 40, а 2,5 на 300 Так, это какой у нас кэффициент получает? Ну ладно, потом посчитаем Вы сейчас заснимите Значит, здесь у нас 40,5, да? Ну, напряжение вот здесь как бы понятно Здесь в 2,300 Значит, предел шкалы В два раза надо умножать Здесь 220 А здесь 80 на 2,160 Ну, я так и в принципе говорил Так Вот они подключены Вот устройство подключено Вот вход И он там может зажать выход Вот идет на нагрузку Все Вот нагрузка То есть, опять, видно Никаких там дополнительных проводов Ничего нет То есть напрямую Молодь, еще этих подключим электронный, да? Да, давайте Значит, данный был замер Произведен стрелочным прибором Да? Стрелочным прибором Давайте попробуем электронный На входе Поставим сейчас Стрелочные четко показали Какая разница И надо при этом заметить, что Экономия топлива На котором работает бензогенератор От 30 до 40 процентов Лабораторную В самом хорошем варианте до 50 В идеальных условиях до 50 процентов Не, уберу пока Так, четыре раза Ладно Так, 300 Ну ладно, сейчас Соображу что-то Не соображу все равно А, надо сначала Завести Ну, вот, ты там уже специалист Я сейчас что-нибудь не так дерну Ну что вообще Ааа, ну Так, еще Употребляем 103 ватта 104 104 104 мы потребляем с бензогенератора А здесь мы А мы даем Так, ну давай считай 300 750 ватт, да Здесь, значит 150 750 разделить на 150 Сейчас коэффициент почитаем Вот, сообразил 450 Нет Так, 750 Разделить на 150 5 То есть показания нужно умножать на 5 То есть 50 на 5, 250 ватт Потребляем 100 Потребляем 100, 200 То есть 60 выдаем То есть включаем Можно показать напряжение А видно там вот Вот 160 вольт Надо вам умножать Напряжение И за низком А ничего не дадут Генераторы берем 100 Лампочкой 250 Ну 150 150 у вас 150 вольт 150 вольт Ну 150 160 Она где-то здесь есть Видишь Не 60 Сейчас 45 вольт Ну напряжение может добиться любого Используя согласующий трансформатор На выходе Вау Так, включил Все 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 Выключил Все Далее на наш взгляд Самое интересное И революционное Так Теперь нужно нагрузку переключить Сюда Сейчас Одну минутку Так Для того чтобы Продемонстрировать третье устройство Мне нужно переключить нагрузку Лампочку вот туда Сейчас я Две минуты Что из себя представляет Третье устройство Третье устройство представляет из себя Автономный источник питания Который мы будем использовать Как прототип Электромобиля Современного электромобиля То есть Литий-ионный аккумулятор Питает систему Питает нагрузку И эта же система Одновременно заряжает Этот аккумулятор То есть практически Работает нагрузка И практически не разряжается Так, ты закрыл все, да? Ты аккуратно там заперл? Да, я все аккуратно Давайте оператору покажем Что здесь нет никаких Добавочных аккумуляторов Ничего Как вытащите? Так вот, быстренько Покажем, вот, пожалуйста Да, аккумуляторов нет Конденсаторы, диодные там Катушки индуктивности И так далее То есть пусть так Я мертвый вытащу Нужно меня включать Так Используем китайский инвертор Киловатт Который, конечно, киловатт Не держит Держит 500 ватт Еле-еле Если бежал киловатт Система обработала Горазб надежнее Так, вот сейчас я подключил Значит, электронный аккумулятор Так, где у меня клещ? Так Ну что, включая Значит, в качестве нагрузки Опять же, лампа накалена Мощь 500 ватт Ну, и сейчас будет видно Вот У нас провод, который, значит, у нас Эээ 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 Значит, вот у нас снимается А вот этот провод Минус общий Значит, это у нас идет на заряд То есть мы можем померить Токи разряда, заряда Коэффициент где-то 1.3-1.4 Коэффициент усиления То есть, грубо говоря 40% мощности Отбирается сюда Вот я включаю Так Клещи меряют постоянный ток Вот я встал И просто здесь ток постоянно А вот А Постоянно 7 амперы Давайте померю Вот, допустим 36 ампер, да? Расходуем 36 ампер Так, а вот Вот 8 ампер возвращается Ну, третья часть, в другую Возвращается Зарядка То есть, в принципе, можно Достичь Вот сейчас у нас собирается установка Уже с применением современной электроники Более точной Собирается установка Где коэффициент будет В два раза и больше Хочу обратить внимание Почему у нас немножко заниженный коэффициент В данный инвертор Выдают прямоугольные импульсы Со всеми катушками индуктивности Прямоугольная форма напряжения Не очень хорошо работает Поэтому Плохая такая отдача Не совсем Хорошая Вот И поскольку Мы сейчас пушим Да Че трещит? Все нормально? Че? А что, нет, не дефокс? Ага Фокс не дайте Нет, тут Все нормально Напряжение давайте На лампе померяем А я показал уже Да? Да Ну вот, допустим 35 ампер А ты здесь сколько думаешь? Ну, столько же Вот 8 ампер возвращается На зарядку Ну, считай 500 ватт, грубо говоря Где-то 30 Чуть побольше Но с учетом того, что он Такой Китайский Тут написано Одно, а на самом деле Другое На 12 умножить На 30 Сколько получается У нас? 300 300 чем-то ватт 300 с копейки Ну, около 400 ватт На 207 вольт Ну, не добирает немножко 206 Грубо говоря, если лампочка А ватт здесь нет Ну, грубо говоря, лампочка на 500 ватт 220 вольт Если где-то 206, ну где-то 480-490 ватт здесь есть На мощность На мощность И плюс еще 8 на 12 возврат идет 80 Так Почти 90 ватт у нас идет на заряд То есть 4... Ну, короче говоря, потребляем мы... Отдаем больше, чем потребляем Вам была сейчас продемонстрирована серия экспериментов С сетевым трехвазным вариантом Автономный источник электропитания от аккумулятора Самозаряжающийся и... Бензогенератор Да Автономный от бензинного минератора На этом пока все Мирослав Пока Привет Господину Чудонаку привет Его аппарат хорошо работает, скажи ему Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!